В Казахстане сегодня впервые в истории республики сменился президент. Касым Жамарт-Токаев, который до этого дня возглавлял Сенат, принес присягу и официально вступил в должность. Владимир Путин направил еще поздравительную телеграмму новому президенту Казахстана. Этим утром Касым Жамарт-Токаев принес присягу. Мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена, но в связи с тем, что Назарбаев покинул свой высший государственный пост, у нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов. Наша столица должна носить и имя нашего президента и называться Нур-Султан. Действительно, Астана, столица Казахстана, переименованная и отстроенная при Назарбаеве, теперь будет носить другое название, Нур-Султан. Это предложение временного президента и доверенного Назарбаеву человека, Касым Жамар-Токаева, который сегодня тут же поддержал парламент страны. Осталось только его подписать. Еще вчера Жамар-Токаев сам был главой Сената, человек, который по Конституции в случае отставки или смерти президента занимает его пост. А сегодня он принес присягу на Конституцию и стал временным президентом страны. А вот дочь Назарбаева, Дорига, стала главой Сената. Так что если что-то случится с Такаевым, президентом станет уже она. Ну а Нур-Султан Назарбаев по-прежнему занимает два ключевых поста в государстве – глава Совета Безопасности и председатель правящей партии Нур-Атан. Также он остается членом Конституционного совета Казахстана. 55-летняя Дорига – старшая дочь Нур-Султана Назарбаева. Вскоре после инаугурации Такаева избрана спикером Сената. Выдвинул ее лично новый руководитель страны. Депутаты поддержали единогласно. Ранее она занимала должность председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената. Согласно Конституции Республики, спикер Сената – второй после президента человек в стране. Нур-Султан – это конкретное имя человека, который построил этот город, создал этот город и создал целый тренд, создал целое мировоззрение нашей страны. И о присвоении ему звания Халка Хармана очень и вполне уместно, именно когда он покидает пост главы государства. Надо уметь говорить спасибо людям за их труд, за их жизнь, за их службу. Когда они есть, когда они вместе с нами. Сегодня Астана является одним из признанных международных центров, одним из очень красивых, развитых городов Евразии. Поэтому все это произошло благодаря политической воле и колоссальному труду нашего Ельбаса. Поэтому я считаю, что это решение очень закономерное, правильное. Мы его поддерживаем и поздравляю астанчан с переименованием города и всех казахстанцев с этим важным решением. В Конституцию вносились изменения несколько раз. Название столицы определено Конституцией. Поэтому нужно обращаться к нормам Конституции. Изменения возможны. А вы лично к этому относитесь? Я поддерживаю данное предложение. Поддерживаете, да, данное предложение? Я поддерживаю. Лично мое мнение я поддерживаю. Ну а вот мнение жителей Астаны пока еще. Мы также узнавали и помогли нам в этом наши коллеги из казахской службы. Я отношусь непривычно. Я привыкла, мне больше нравится Астана. Больше ничего не скажу. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, не надо было. Ну а зачем? Смысл в чем? Что увековечить, увековечить. Так наш президент и так сделал много. Он останется в душах, в сердцах казахстанцев, как великий правилитель. Мне кажется, это будет стремно. Потому что Астана, Нурсултан. Нормально отношусь. Знаете, в интернете уже шутят о переименовании Астаны в Нурсултан. Некоторые предложили называть не город, а целый континент в Нурсултане. Давайте-ка я вам сейчас напомню в двух словах по помощи своих коллег, что пишут люди в соцсетях. Астану решили переименовать в Нурсултан. Если что, с Москвой такое не прокатит. Город Владимир уже есть. Давай в города. Давай. Клин. Нурсултан. Назрань. Нурсултан. Нягань. Нурсултан. Такаев, ты надоел. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в Нурсултан. Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан. Кажется, в ближайшем будущем Минск станет Александриной. Я уехал в Астану, а приехал в Нурсултан. Игра началась. Замени слово в названии фильма на Нурсултан. Всегда говори Нурсултан. Мстители. Эра Нурсултана. Мстители. Нурсултан бесконечности. Век Нурсултана. Ой, история Казахстана получилась. Молодость моя. Нурсултанья. Хочу, чтобы весь мир переименовали в Нурсултан. Теперь серьезно. Дальше после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента никаких принципиальных изменений в Казахстане не будет. Это мнение казахстанского журналиста и правозащитника Сергея Дуванова. Хочу напомнить его историю. В 2002 году, накануне своей поездки в США, где Дуванов планировал выступать с докладом о нарушении прав человека в Казахстане, он был арестован. По подозрению, вознасилование несовершеннолетний. Правозащитники и наблюдатели заявляли, достаточных доказательств следствия не представил. Однако Дуванова, извините, посадили на три года. И вот сегодня мы с ним созвонились и попросили сказать, что он думает о будущих выборах в стране. Я абсолютно уверен, что выборы будут точно такими же, какими были раньше. То есть они будут ангажированы политически, они будут определяться президентом Назарбаевым. Он определит те кандидатуры, которые в них будут участвовать, и он назначит того, кто должен победить в этих выборах. И избирательная система, которая уже отработана, выстроена на победу того кандидата, которого определяет президент, сработает так, как и положено. Все сделано, все отработано. Система сделает так, как ей надлежит работать в условиях того авторитаризма, который мы имеем. Ведь ничего принципиально не меняется. Это привело к тому плачевному результату, что сегодня де-факто в стране запрещены основные политические и гражданские свободы. Де-факто, я понимаю, что они юридически существуют в стране, но провести мирное собрание невозможно. Создать политическую партию, нелояльную в власти тоже невозможно. Существовать в независимом СМИ в Казахстане – это нереально. Хотя юридически мы имеем полную свободу для того, чтобы это делать. Султан Назарбаев никому не доверяет, даже Такаеву, который, я регулярно говорю, что он не имеет собственного мнения. В вашей передаче, перечисляя ряд должностей, которые он занимал, это человек просто кукла, который занимает ту или иную партию, куда его поставят. У него нет собственного мнения, собственной позиции. А кто будет управлять после Нурсултана Назарбаева Казахстана? Пока Нурсултан Назарбаев жив, он будет управлять, находясь на должности представителя Совета национальной безопасности. А потом? А затем он сейчас параллельно будет добиваться назначения на должность президента своей дочери, дорогие Назарбаевой. В этом очень таком лукавом и ложном уходе Назарбаева там нет события, потому что в наше время способов сохранить власть становится все больше и больше. Дело в том, что само слово президент, оно не имеет ни малейшего отношения к тем деспотам, которые возглавляют режимы на территориях бывшего СССР. Дело не в деспотах, они бывают, кстати говоря, весьма и весьма обаятельными и милыми людьми. Но слово президент, оно совершенно из другого мира, оно абсолютно из другого языка. Оно обозначает совершенно другое, поэтому и на Назарбаеве, и на Путине, и на всех остальных, и на Лукашенко. Оно, знаете, как на разжиревшем питоне старая сухая кожа трещит и лопается просто потому, что это слово президент не в состоянии вместить в себе такого количества, такой полноты власти, которую получают и могут усугубить и увеличить эти все деспоты. Притом, я прекрасно понимаю, зачем он сбрасывает это, зачем он сбрасывает себе эту кожу, зачем он избавляется от этого слова. Я вот, когда меня спрашивают про мое отношение к Путину, я всегда говорю, что как пират пиратам, я Владимиру Владимировичу восхищаюсь. Потому что захватить такой огромный корабль и делать с ним все, что угодно, это не может не вызвать восхищения. Но я не завидую ему. А почему я ему не завидую? Потому что я, Оленька, читать умею, и я вижу, что на борту этого захваченного корабля есть надписи. Я знаю, что эта надпись означает. Я вижу, что это надпись «Титаник», да? Вот Назарбаев тоже. Это яхта, беда, Александр Глебович. Это «Титаник». Слишком большая штука для беды, да? Вот Назарбаев тоже прочел эту надпись «Титаник», но на своем корабле. Надпись поменьше написана по-казахски, но обозначает абсолютно то же самое. И вот Назарбаев думает, что если он пересядет в другой кораблик с другим названием, то он не встретит на своем пути айсберг. А вот это он думает очень зря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова